Уже несколько месяцев полтысячи жителей военно-антоновки теряют сон и покой каждые выходные. Причина этому новая автостоянка, которая не только построена, по их словам, с грубыми нарушениями, но используют ее не по прямому назначению. На этой территории не просто оставляют машины под чей-то присмотр на время, их там продают. У нас вот за этим забором настоящий мини-рынок. Ставят машины. В первое время сказали, что это будет автостоянка. В настоящее время это авторынок, мини-авторынок. Заезжают в пятницу в 4 часа утра, сигналят это все. Нам покоя нет. На заправке, на самой, идет заправка машин, идет вонь. Мы не можем ни открыть ни окна, ни двери. Архитектура дала нам ответ. На АЗС 50 метров, а на стоянку 15 метров. Но этих нормативов нет. Уже заправка стоит, и потом они установили пропан, а если пропан взорвется, этого квартала уже, наверное, не будет. Хозяина заправки мы не знаем. Здесь у нас установили стоянку. По нормативам с архитектурой у нас было там, если больше 10 машин, получается 15 метров. Тут около 2-3 метров стоит автостоянка. Автостоянка, вот этот, как мини-рынок, работает по воскресеньям. Они, когда строили автостоянку, они нам закрыли дренажную систему. Выяснилось, что автостоянка принадлежит хозяину близрасположенной АЗС. Законно ли это бетонная конструкция в данном месте и в том виде, в котором она есть, сейчас проверяет госэкотехинспекция Соколукского района. В госэкотехинспекции Соколукского района было получено предписание внеплавной проверки для ознакомления на место. И с выездом наших сотрудников, выехав, обнаружено, да, действительно было железобетонное ограждение. Факт нарушения там есть. Там земля общего пользования идет по факту. А как она выдалена земле, еще мы документы не видели. С владельцем заправочной станции и импровизированного рынка удалось связаться по телефону. По его словам, вся документация на объект в порядке. Да и разрешительные документы на стоянку тоже имеются. Причиной недовольств местного населения, как он считает, стали вовсе не вышеперечисленные неудобства, а личный конфликт с одной из жительниц. В Айлок Мату оказалось, что участок в 35 соток он приобрел 8 лет назад под автозаправочную станцию. Проустановленный документ, то есть мы постоянно провокли, что это госакт, там прямо указано, что это земля предназначена, то есть целевое назначение это АЗС. Они не должны делать автостоянку, не должны делать. Для того, чтобы изменить хотя бы часть земли, в которой находятся частные собственники, частный собственник должен обратиться в упомощенный орган, в архитектуру и изменить целевое назначение. Субботу, воскресенье, мы закрытые, мы не можем детей выпустить на улицу. Но не только внезапно появившаяся автостоянка стала причиной возмущения местных жителей. Стихийный рынок, который каждый выходной образуется вдоль дороги, не меньший повод для беспокойства. Машины образуют заторы и в случае, что экстренно, ни одна служба не сможет проехать и оказать помощь нуждающимся. Мы детей погулять даже во двор боимся выпускать. По выходным столько машин, вдруг кого задавят. Вот недавно соседа сбили, водитель даже не остановился, чтобы помощь оказать. Никому до нас дела нет. Если пожар случится или, не дай бог, плохо кому станет. Ни пожарные, ни скорые к нам просто не проедут, потому что пробка тянется на сотни метров. При этом машины не в один ряд стоят. Бывает и полдороги загораживают. Машины сигналят, шумят. Опять же загазованность. Рядом ведь находится авторынок. Пусть и ставят туда свои автомобили. Это специальное место, чтобы никому не мешать. Между тем, со стихийным авторынком местные органы самоуправления вместе с сотрудниками МВД пытаются бороться уже не первый год. Однако машины по-прежнему заполняют трассу. Не исключено, что недобросовестные продавцы могут уклоняться от уплаты налогов за проданное имущество. То, что они усложняют жизнь как местным жителям, так и простым водителям, их, похоже, совсем не волнует. В субботу и в основном воскресенье продают, сидят, стоят вдоль трассы. И это начинается от улицы Комсомольских, где светофор стоит, и дальше. Не мешает. Это факт. Мешает, постоянно мешает. И в том числе всем. Чтобы хоть как-то навести порядок, в сельской управе хотят поставить камеры видеонаблюдения и фиксировать нарушителей с помощью видео. Однако проект это дорогостоящий, потому когда его удастся воплотить в жизнь – большой вопрос. А вот проблему со скопищем автомобилей на обочине и дороге местные жители требуют решить как можно скорее. Терпеть бесконечное столпотворение, рев моторов и хамское отношение водителей они больше не намерены. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС.